Что может стоять за прокрастинацией? Могут скрываться самые разные вещи, состояния и вообще поведение даже может быть разное. Возьмем как пример. Я работаю на работе, которая надежная, стабильная, все пятое, десятое. Мне уже опротивило, жизнь невозможна и так далее. Но все налажено и мне можно толком ничего не делать. Потому что она уже едет паровоз. Я в нужные моменты включаю и что-то делаю. В этих паузах я начинаю прокрастинировать. Я начинаю ничего не делать, откладывать, тянуть и так далее. Это с чем связано? Это связано с отсутствием вовлеченности в работу. Но она просто меня не торкает. Другая история. Я должен найти работу. Мне нужно пройти на собеседование, написать резюме какое-то, собрать свой портфолио своих работ. И я это откладываю. Страшно. Но это же другое. Одно дело, мне работа не вовлекает. Другое дело, мне страшно работу искать. Дальше прокрастинация может быть связано с тем, что я просто не знаю, как это делать. Как стать звездой? Никто не знает. И дальше я вот сижу у себя на квартире в хрущевке, на кухне и смотрю в окно и думаю про это. Прокрастинирую. Но ты не знаешь, что делать. Это совершенно другой диагноз. В одном случае нужно найти в работе то, что для тебя актуально. В другом случае надо понять, в чем причина страха и справиться со страхом. В третьем случае нужно изучить вопрос и понять, что тебе на самом деле нужно делать. Не бывает просто прокрастинации. Это неправильный диагноз. Поэтому я его и ругаю.